Поговорим о красивом парусном спорте. Отправимся на 31-ю геленджикскую регату. Самую массовую регату страны. Генеральный партнер Олимпийский комитет России открывает новые горизонты для наших яхтсменов. Мария Фолькова подробнее. В Геленджике праздник спортивный. А что радует еще больше международное? 31-я геленджикская регата. Особый статус и особые гости. Армяне, белорусы, киргизы, казахи, узбеки и русские. Рекорды о количестве яхтсменов 866. У нас подобные регаты проходили в Италии. И там где-то около тысячи человек. Мы стремимся к тому, чтобы через год, через два где-то к полутора тысячам прийти. Но это опять же большая работа, потому что в регионах надо школы, нужно детей готовить, нужно им отчасти поставлять, тренеров учить и так далее. Это звенья большого процесса, чтобы потом это пришло сюда. Сегодня не просто спортивные мероприятия, куда приехали сильнейшие ребята, в том числе другие государства. Но сегодня будет яркое событие. Представьте, более 800 парусников, которые выйдут в море. Берег утопает в яхтах. Непрофессионалу легко потеряться, а юные профи в работе. Готовятся к старту в соленых водах Черного моря. Конечно, по-хозяйски и чувствуют себя здесь местные кцмены. С малых лет гоняют в бухте, договариваются с ветром и рассчитывают на хорошие результаты. Чего ждешь от регаты? Ну, ветра больше всего. Ну, хорошего, свежего ветра. Ну и выигрыша. Победа. В первый гоночный день с победы, наверное, было легче, чем с ветром. Из 13 дисциплин удачно провести одну гонку удалось только оптимистам. На воду они тоже вышли с рекордом. 405 яхтсменов подали заявки на участие. День второй продуктивный. Гонки шли до заката. Во всех классах по три старта. Не хватило солнечного света лишь представителям класса луч мини. Они были отправлены на берег. Но время наверстать упущенное еще есть. 31-я геленджикская регата продлит сезон сотням яхтсменов как минимум до 3 ноября.